друзья всем привет сегодня делаю рулет бисквитный значит 4 яйца и 120 граммов сахарного песка и немножко вот чуть-чуть ванилинчик насыпала все сразу соединяю и включаем на взбивание взбивать будем до устойчивой пены получается вот такой вот смотрите какой рисунок вот это уже хорошо взбитый бисквит получается белок от желтка я не отделяла вы увидели да вот так прекрасно все значит что если у вас нет такого миксера не переживайте обычным миксером все это тоже прекрасно получается только чуть подольше нужно по взбивать теперь вливаю буквально вот чуть-чуть 50 миллилитров водички знаете для чего вот так и перемешиваем когда делаешь вот так вот обычно до взбиваешь выпекаешь и потом верхняя корочка начинает некрасиво так отставать это я замечала сколько раз даже на работе в кондитерском цехе когда работали вот а когда чуть вот буквально немножко вливаешь водички то прекрасно все получается эта корочка надежно держится сверху так и всыпаю муку и перемешиваем вот таким образом с краев середину снизу вверх в несколько приемов все хорошо перемешиваем рулет хочу сделать с малиновым такой начинкой летом малину уваривала специально для для пирожков для пирогов вот для таких вот начинок и еще хочу добавить свежий немножко замороженным такой с сахаром в общем чтобы получилось такое прям насыщенный такой малиновый вкус так все замешу я уже потом еще получилось вот такое воздушное легкое тесто смотрите как на все теперь выливаю на противень застеленной бумагой духовку уже у меня греется все это хорошо разравниваем вот так на 200 градусов можно выпекать бисквит 180 маловато для него будет в общем вы по своей духовке конечно смотрите иногда задают вопросы что как можно вот на такой температуре выпекать вот то ты или тут это встречается очень часто такое вот духовке у всех разные и это я убедилась у меня была старая духовка я на ней пекла почти все на 220 градусов вы можете это вспомнить вот кто со мной давно можете вспомнить что я всегда говорила выпекаем на 220 градусов но когда вот она у меня там это ну в общем пришло время ей навернуться той духовке так все вот разравниваю и ставлю уже выпекать вот а когда я купила новую духовку там уже 180 градусов все просто почти горело вот почувствуете разницу так что и определенно сказать я не могу но вот я на своей вот в этой в бешеной духовке ставлю на 200 градусов а для начинки вот взяла такую вот малинку уваренная малина и свежая засахаренная немножко вот с сахарком видите это уже прям вот для такого пущего аромата бисквит стоит выпекается а я пока смешаю вот так половинку добавлю и должно хватить в общем это где-то граммов 400 примерно вот так вот я думаю что этого достаточно обычно делаю с кремом можно в белковом или масляного сегодня мне захотелось с малины вот такого хочется малиного вкуса аромат стоит летом запахло все окно и вот бисквитик спекся снимаем на доску и заворачивать я ему не буду как бы в полотенце из-за это да чуть чуть и ну дам остыть и сразу заверну это же не крем можно его завернуть даже тепленьким все даем остыть чуть-чуть теперь постелила на стол лист пергамента перевернула бисквит и сняла бумажку его бумажку хорошо он у меня так подрумянился снизу я поставил на средний уровень можно было чуть выше и все начинаем быстренько смазывать вот так вот в общем хорошо смазываем осталось у меня малину немножко но две трети вот этой массы ушло ну и все теперь заворачиваем вот такое малиновое наслаждение будет вкусное чуть-чуть и укладываем швом вниз вот так чуть-чуть прижимаем перестаралась нажала чуть-чуть лопну но не страшно это абсолютно не страшно вот так края красиво подрезаем сразу острым ножом можно нож пилку лучше взять желательно а теперь плитку шоколада складываем в кондитерский мешок и отправляем микроволновку поломала и сразу это а можно сделать по-другому плитку не раскрывая опустить в кружку с горячей водой а потом отрезать уголок и нарисовать можно было сделать это вот такая сделала по-своему шоколад растопился но и все теперь рисуем как вам подскажет ваша фантазия можно нарисовать сеточку можно нарисовать полоски какие-то просто уже украшаем как вам захочется вот так а можно еще сделать косую решеточку вот так шоколада много вполне себе достаточно вот и все вкуснота готова шоколад еще немножко остался а можно вообще залить сверху а еще сделаем вот так называется понесли ботинки видео это уже что-то из ряда вон но шоколад остался просто-напросто шоколад просто-напросто остался и заливаем все если чуть-чуть то половина плитки вполне себе достаточно а еще решила украсить дольками апельсина и еще вот у меня есть такие листочки это уже просто просто так вот так просто буйство ароматов тут и апельсины и малина и шоколад а шоколад взяла такой в кофе со сливками ароматов масса просто очень много вот такая вот вкусняшка получилось все вот такой простой рецепт простой и очень вкусный в прошлый раз я делала шоколадный рулет с не помню с белком по моему кремом а нет масляный был сгущенка с вареной ой масло с вареной сгущенка такой коричневый крем в этот раз вот малиновая апельсиновая такое у меня фруктово-ягодное такое наслаждение ну вот собственно и все так ну наверное хотелось бы мне его еще разрезать так ну и нарезаем нарезаем вот так вот на такие вот кусочки большому куску и рот радуется да как говорится вот так что тут у нас получилось на разрезе тут в краешку малость он у меня вот ну вот так вот такие вот кусочки очень мягкий нежный случился и вкусный большие конечно но из-за долек вот уже дольку не разрежешь апельсиновую по ней так сказать большой конечно большой толстом кусочек вот такой он на разрезе ну и само собой очень ароматный и вкусный но на этом все с вами была наталья пеките очень простой рецепт и вкусно быстро и вот так по праздничному можно оформить как бы ну с шоколадом я тут перемудрила конечно можно было красивую косу или решеточку сделать и вот так вот это вот этот лишний но это от из того что шоколада много мне его нужно было куда-то здесь я еще сейчас вот этот вот остаток наверное куда-нибудь да и зарисую можно половинку шоколадки вполне себе достаточно все на этом с вами была наталья всего вам самого-самого наилучшего всем пока